Привет! Ну, раз уж я снимаю про различную ерунду, то, думаю, нельзя не уделить внимание таким роликам различных товарищей, начиная от знаменитых Дениса Борисова, Спасокукоцкого и тому подобных товарищей и заканчивая Володей качком и кучей всяких других домашних качков. Я тоже решил снять ролик в тему, тем более только что посмотрел парочку роликов мотивирующих, думаю, блин, давно не занимался, пора позаниматься. Ну и решил совместить, соответственно, снять тематический ролик на тему отжиманий качалки на своем канале и одновременно с тем сам позанимаюсь, приятное с полезным. Вот. Тем более недавно смотрел ролик у Володи качка, где так и написано считайте сами, ну где он отжимается, написано считайте сами, после 100 устал считать. В итоге посчитал, досчитал всего 88, насколько я помню. Вот. Довольно интересно, как он досчитал до 100 и пусть перестал считать. В свое время отжимался я примерно 100 раз, 110, по-моему, у меня был рекорд, но дальше я не отжимался. Я думаю, что возможно, возможно есть такая возможность у меня. Сейчас попробую отжаться хотя бы сотню, не обещаю, конечно, но попробую. Бадюк, Сергей Бадюк, я смотрю его канал, даже как-то здоровался с ним, в аэропорту его встретил, говорил, что нормальный человек должен 100 раз отжиматься. Вот все, как бы норма, отжаться 100 раз, все, можно считать себя более-менее физически подготовленным. Ну, конечно, там разные критерии были, не только 100 раз отжаться, еще там различные вещи сделать. Ну, по крайней мере, отжаться 100 раз нужно. И вот я сейчас попробую, как говорит Денис Борисов, да пребудет ценой силы. В общем, наверное, лучший блог про качалку, который слушаю. Денис Борисов, всем советую, вообще вменяемый человек, в жизни, конечно, не знаком, но относительно видео, вообще грамотно, круто. Я в жизни нормально рассказываю и про качалку. Ну, ладно, я специально готовлю сам себя, чтобы сейчас взять и отжаться 100 раз. Ну, очки надо снять, лишний вес мешает. Попробуем посчитать. Спасибо. 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 Попробуем viv Dat accessory ? Спасибо. 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 Смотри. Ну? Это что таки вышло? не знаю честно говоря сбился то ли 100 то ли 110 но по крайней мере смог и тому очень рад честно говоря по моему очень сильно влияет психология то есть ставишься границу например 100 раз я обязательно на 80 на 90 нормально идешь идешь и ждешь и бах 80 90 все силы выходят и последний всякую делаешь еле-еле уверен что если поставишь себе 130 например 150 при том что ты реально можешь сделать и так что ты там поставил все тысячи делаешь например можешь сделать 180 ой 130 150 и поставишься такую границу как раз на 140 выдохнешься последние 10 сделаешь еле-еле а поставишь при тех же своих возможностях студию на 90 сила закончится такая хитрая психология вообще но все у нас в голове в первую очередь возможно вообще любую вещь выполнить человеку практически на любом то есть какой-то специалист по паркуру что-то делает там шагах сложно но буквально либо пару тренировок либо крайне большая мотивация мне кажется какой наркоман в состоянии объединения такого может даже вообще без тренировок сразу же показала ему если он скажем так будет мотивация сделать это он сделать просто у нас психологические барьеры с этой голове которые не дают выполнять там различные вещи сходу вот так тело человека вообще удивительная вещь чё попал умеет и все бы уметь вот будет круто вот ну и мозг конечно нужно качать в первую очередь ладно трида что-то еще хотел сказать поводу спорта а хотел сказать что наверняка если будут какие-то знаю комментарии не комментарии рассуждения кто-нибудь напишет что отжимался неправильно не до конца надо медленно отжиматься еще как смог так и смог где-то горят что хорошо отжиматься чем быстрее тем лучше типа там для удара сильно лучше там еще какую-то силу развивает кто-то говорит что правильно и медленно отжиматься просто опять же подчеркнуто из Дениса Борисова в первую очередь разные типы волокон медленные мышечные волокна развиваются на выносливость которые при медленных отжиманиях быстро и при быстрых я думаю при жиме штанги развивается все также при отжиманиях я уверен что отжимается все зависит все от их количества и плана выполнения когда много ты по-любому сначала делаешь быстро потом по-любому делаешь медленно поэтому работают сразу и быстрые мышечные волокна и медленные мышечные волокна ну да по большому счету тот же Денис Борисов скажет расскажет и покажет по поводу отжиманий гораздо больше это так выпуск просто чтобы была у меня был какой-то видос на тему спорта потому что я его всячески поддерживаю хоть и не всегда самому удается заниматься вот раньше в универе нормально занимался сейчас к сожалению все собираю собираюсь зато травму какую-нибудь получу то еще какая-то херня ну ничего главное начать как говорится ну все надо записать нормальный рассуждательный видос теперь спортивный выпуск окончен